Всем привет, меня зовут Егор Шадей, я три года почти что не работал в такси в Тарифе Детском и тут я решил поработать и за какой-то промежуток времени я понял, короче, что, где и как, кому, с кем, как надо общаться какие мамашки бывают, какие родители, какие дети и все в этом роде поэтому в этом ролике я собрал вот небольшую такую классификацию водителей, которые попадают в Тарифе Детском и что с ними, как надо себя вести, в этом ролике будет и отказы, и скандалы, и кому-то просто надо было помочь поэтому приятного просмотра, приятного просмотра Пристегнуть сможешь? Сядь на бустер Подвинь как удобнее, чтобы он был Пристегнись, пожалуйста Рудка Телефон рекордный службы Долгой, французбка Долгой, французбка Мы завтра едем, а мы встретим Хорошо Вам лучше с той стороны поставить, а сесть за мной, она не поместится Молодожены, как бы много сэкономить? Может, букет поменьше? Ага, ага, давай костюмку послула оденешь. Или без тёщи. Или без тебя. Ребята, всё гораздо проще. И чумилирный магазин на у нас предлагает супер выгодную... Ребенятка едет, да? ...обручали кольцам по цене одного. Экономно, дорожки и сточки. Волгоград, дорогой сандроват, первый этаж. А это Максим? Нет, я не могу. Я не могу. Земельные части? Четчок. Камера Одесинского района, площадью от 5 суток. Живописное место и люди 103-й продуманных ресторан. От 125 тысяч рублей за сутку. Телефон 967596. Куда один собрался? Волгоград, поедем с Титингом. В центре хирургии глаза до конца августа. Полная диагностика зрения за 1599 рублей. Волгоград, проспект Дружба, 61-1, телефон 4452-00. Да, имеется противопоказание, но как только консультация специалиста. Волгоград, поедем с Титингом. Новое поколение лесных метров проводит набор детей от 4 лет. Спортивающую хоккей. Здравствуйте. Помочь вам пристегнуться? С двумя детьми не получится поехать. А почему? Потому что одно детское кресло. А куда я тогда сяду, если я еще детское кресло закажу? Вам надо две машины заказать. Двумя детское кресло. Странно. Я вроде всегда так заказываю и нормально. А, говоришь, что? Говоришь, что не поеду. Снова заказывать такси-то получается? Говорит, наверное. Странные, говорит. Странные, говорит, вы какие-то. Говорит, а где я поеду? Я вообще предложил вызовите еще одну машину для того, чтобы одна девушка с ребенком поехала на одной машине, другая девушка с ребенком на другой машине. Почему-то так не сделали. Друзья, если вы в поисках надежного парка для работы, то рекомендую Эксперт Парк. Сам лично работаю через этот парк. Ребята серьезно подходят к своему делу и всегда стремятся улучшить свой сервис. Подключает к Яндекс.Такси и Яндекс.Доставка по всей России. Комиссия всего 50 рублей в сутки. А автовыплаты ежедневные, без комиссий. Есть четыре вида моменталок. Выбирай именно тот способ, который подойдет тебе. Также подключает к Ситимобил по всей России и самозанятых водителей. Ссылку оставлю в описании. Заходите на их сайт и подключайтесь. Техподдержка работает круглосуточно. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, я по-моему забыла поставить животное в машине. Если что, можно наличкой доплатить? Да, хорошо. Вы простите, это не со злого умысла. Просто что-то это так... А у вас так наличные стоят. Да, да, наличка, ага. Достроенный. Вот, возьми, пожалуйста, сразу 200 рублей. Да очень мало там. Спасибо. Да не за что. Вам спасибо, что взяли нас не смотреть на это. Сейчас я пристегну ее. Потому что не надо пристегнуть. Надо пристегнуть, без этого никак. Знаете, как дальше? Не знаю. Да. Тяните, тяните, тяните. Тут сверху. Как-то сверху. И затяните его, то он тут болтается. Да, да, да. Все. И с другой стороны присаживайтесь. Не надо. 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 Вот там багажник не откроете. Здравствуйте. Ребенок сами пристегнете или помочь? Она не сидит. Но тогда мы не поедем. Я на руках ребенка не повезу. Ну давайте тогда вот такую люльку. Какую? Которая держится на руках. У меня такой нету, вот такую не заказывали. 29 месяцев, 4 лет. Ну вы хотите всю дорогу, чтобы она орала? Я ничего не хочу. Разрывался дитёй? Я еще раз говорю. Если будут какие-то вопросы милиционеров, я им объясню, почему он не сидит. Мы не поедем. Руставай. Мы не поедем. Почему? Потому что на руках с ребенком я не повезу. Чего? На руках с ребенком я не повезу. Коль, посадишь ее или нет? Она орать будет. Ты что, она у чужих людей не сидит? Да, я представляю, в чужой машине найду. Думала этого ее. Ну, пиши жалобу. Че? До свидания. Блядь, вот создаватели контента-то, а? Я за день наснимал больше, чем за месяц. Еще у меня заказ пришел с комментарием. Детское кресло и что будет еще один ребенок, ему 6 месяцев. Детское кресло не нужно. Не надо. Зачем? Не надо это все. Мы на руках подержим. Ну, естественно, я такой заказ пропустил. И для комментаторов скажу сразу, как быть людьми, у которых дети, там, до 9 месяцев. Ну, это нужная люлька, как бы, в приложении такси люльку заказать нельзя. Может, можно, но я не знаю, как. Ответ очень простой. Зайти на Авито, купить люльку за, там, 700-800 тысяч рублей и ездить со своей люлькой, не знать никаких проблем. На вопрос, зачем с этой люлькой я буду таскаться, не хочу ее убрать, можешь не таскаться, купи свой автомобиль, есть в нем как хочешь. Других вариантов нет. Ну, либо искать долба-еба, который повезет, наплевать на все правила. Ну, вот, как примерно вообще весь сегодняшний день с детским тарифом, который я показываю, за исключением пассажиров-зайчиков, которые очень хорошо пристегивают детишек сами, едут спокойно и оплачивают все нормально.